Всем привет! День релиза отеля, прайм на своем канале запустили отчет до выхода четырех серий отеля Хатты. Были показаны башни с часами и с небольшой периодичностью нам открывались интересные факты из мира отеля. Всего было 16 штук и базу в основном выдавали полнейшую. Типа воду 7 кругов, а отель находится на кругу Гордыни. Или вот моя любимая, а острая Люцифер, любимая персонажа Вивьен Медрана. Или что пилот вышел в ее день рождения. В общем было много фактов, которые мы все прекрасно знаем. Можете остальные факты почитать в моем телеграм канале. Там еще и серия отеля есть, ссылочка самая первая в описании. Из интересного там был факт, что у ванера поведения Чарли во многом вдохновлена Лесли Ноуп из парки и зоны отдыха. В сериале Лесли смотрит на все проблемы с оптимизмом и даже в самой неудачной ситуации ищет хорошие стуки. Ну и то, что Валентина подарила Энджелу его свинку пухлого наггетса. Теперь хоть более понятно откуда он у него. Кики является воплощением отеля и обладает силами, которые могут влиять на него. Про эту кошечку-ключ мы еще успеем поговорить в будущих роликах. Застел самый старый оверлорд в аду, а Вильвет самый молодой. Сорбентиус умер в 19 веке в Лондоне и самый, я считаю, самый интересный факт. Нефти единственный персонаж гетеросексуальной ориентации в отеле. Давайте для начала пройдемся по всем персонажам и уточним, что скорее всего Вивен Медрана имела в виду главную шестерку отеля. Начнем, наверное, с Аластера. Судя по древнему от виду Вивен, он асексуал, то есть он не испытывает полового влечения. А также Фаустиси, художница комиксов отеля, однажды на стриме сказала, что он еще и о романе. То есть он и романтических чувств не испытывает. Далее Энджел Даст, он гей. Сама Вивена так говорила на древних стримах у Эшлиника. Чарли бисексуалка. Опять же твит Вивен. Причем вы знали, что Мокси тоже бисексуал? Романтическое и сексуальное влечение и к женщинам, и к мужчинам тоже. Вэйгель – лесбиянка. Фаустиси опять на своем стриме это подтвердила. Хаск – пансексуал. Опять об этом говорила Фаустиси. То есть Хаск испытывает романтические или сексуальные влечения, вне зависимости от олой гендера. Ну, после последней серии уже можно и не сомневаться. А ты знал, что Валентина тоже пансексуал, как и Хаск? А Вокс – бисексуал, как и Сэр Пентюс. Это подтвердила не так давно Хэт Тиф – анимационный директор Ателя Хасбин и босса. А про Сэра Пентюса Вивен еще на стриме вышли, Никольс говорила. Получается, что Нефти действительно среди всех основных персонажей Ателя Хасбин – гетеросексуальная ориентация. Черепом, кстати, тоже бисексуалка. Вивен это сама написала на одном из дискорд серверов. К слову, к этому намеки уже были. Потому что Нефти нравился Сэр Пентюс, пока он был плохим мальчиком. А потом он ей очень быстро разнравился, когда стал хорошим. Получается, у Вивен Нефти не только одна гетеросексуалка из главных персонажей, но я думаю, среди многих в аду. Да и вообще, я считаю Нефти клевым и комичным персонажем. Она мне за все эти серии так понравилась, что я даже и не могу передать словами. А все ориентации персонажей прописаны изначально, чтобы фанаты и сама Вивен могли шпилить этих персонажей с кем угодно. Ведь тогда для Хаска или Валентина можно столько вариаций для романтических отношений придумать и не ограничиваться определенными рамками. Как и, собственно, для других персонажей. Но для меня это все достаточно просто. Я не угораю по шиперству, по парочкам, по составляю каких-то пэрингов. Поэтому для меня эта информация на самом деле не супер важна. Вот, а если для тебя это важно, то обязательно напиши в комментариях, что ты думаешь по всему этому поводу.